Меня зовут Олег Куневич, я Ruby-разработчик, и сегодня хотел бы рассказать про Telegram-ботов и возможности их применения в разработке программного обеспечения. В принципе, в последнее время боты уже набирают довольно-таки нехилую популярность, и многие задумываются о том, чтобы их использовать. То бишь, это может быть интернет-магазин, который хочет предоставлять какой-то функционал, или веб-сервис, или это просто будет какой-то поисковой бот, применение масса. Так что же мы можем делать при помощи ботов? По мнению Telegram-девелоперов, мы можем делать такие штуки, как получение кастомизированных нотификационов и новостей, делать интеграции со сторонними сервисами, создание кастомных тулов, о которых я сегодня тоже расскажу, построение игр и социальных сервисов. Ну и в принципе можно делать много чего с их помощью в плане автоматизации. Возникает вопрос, как же пользоваться ботами? Есть несколько способов, как можно их интегрировать. Мы просто добавляем себе его как контакт в наш мессенджер, и дальше начинаем с ним работу. Можно взаимодействовать обычной отправкой текстовых команд, можно оплатить файлы или кнопками управлять. Последнее есть, по-моему, только в Telegram. То есть я изучал остальные мессенджеры, у них кнопок не было. Поэтому мне Telegram показался довольно-таки интересным решением. Ну вот на изображении виден интерфейс мессенджера с кнопками. На этом слайде показана Ruby интеграция, как может выглядеть простейший клиент для бота на Telegram. То есть сервера, сервер бота. Мы просто подключаем Lib'у и в блок передаем список наших команд и обработку, как бот будет обрабатывать. Настоящие боты будут выглядеть сложнее, интеграция. Там уже будет больше кастомной логики. Но вот самый примитивный бот будет выглядеть так, который принимает две команды Start. Сегодня не будем зацикливаться по поводу кода для интеграции. Он, в принципе, простой. Поэтому давайте перейдем больше к тому, что можно делать с помощью ботов в процессе софт-своя девелопмента. Первое и наиболее очевидным решением, как для меня показалось, показался мониторинг CI-билдов. То есть если раньше программисты ставили на компиляцию свою программу, и если она занимала долгое время, они уходили на курилку или выпить кофейку, то сегодня в процессе девелопмента программисты пушат код и на CI-ке запускаются тесты. Иногда это занимает много времени. Поэтому если девелопер отвлекся на какую-то другую задачу или куда-то отошел, было бы круто иметь какие-то нотификации о том, выполнился билд или зафейлился. Так как мессенджеры практически все сейчас ее ставят, поэтому круто использовать Telegram-бот, очень удобно для получения данной информации. Следующим применением бота логически мне показалось использование GitHub-нотификаций в Telegram-боте. То есть у всех там настроены мейлеры на GitHub, все там пользуются какими-то пуш-нотификациями, для этого надо поставить аппликейшн GitHub. Поэтому, чтобы отказаться от лишнего аппликейшн, лишнего, можем использовать эту интеграцию. Нотификации Google-календаря. Ну, не все настраивают себе рабочую почту на девайсах, поэтому использование нотификаций календаря могут быть полезными, как для бота. очень часто кастомеры требуют от нас того, чтобы наши веб-сервисы были отказоустойчивыми, и нам приходится мониторить, выполнять работу DevOps-ов, следить за состоянием веб-серверов. И бот для мониторинга апптайма сервера может быть также полезен в разработке. Ну, и всем известный покер-плейнинг. То есть большинство из нас работает по скраму, в котором покер-плейнинг является неотъемлемой частью эстимейшена тасков. И очень часто наши команды распределены, и мы заменяем классический покер-плейнинг, когда команда собирается за столом, мы его заменяем митингами, используем для этого сторонние сервисы, которые имеют ряд недостатков, например, могут разлогинить в самый ответственный момент. Поэтому использование покер-плейнинг бота в Telegram-боте может быть оправдано. Выглядит это следующим образом. Менеджер или скрам-мастер по очереди забрасывает линки на таски, которые необходимо проэстимейтить, и у каждого члена команды в интерфейсе появляются кнопки с собственно с эстимейтом. и в ходе голосования выясняется какой и сколько поинтов мы будем назначать для конкретной задачки. Также Telegram-боты удобно использовать в прикладных задачах. К примеру, можно использовать темп-мейл бота для генерации временных имейлов. Или возможно применение строковых утилит по типу как апки, издаунки, из конвертации, из различных кодировок. То, что доступно из терминала в CLI любого языка, но это может быть необходимо нам на лету, когда у нас нет под рукой консольки. Ну, pvgen, например, нас админы могут попросить как можно быстрее поменять пароль и той же самой консольки может не оказаться под рукой. И этот бот тоже может быть полезен. Конвертеры тоже там конвертеры времени, валют, чего-либо. И Telegram боты, конечно, замечательные, но не стоит забывать об альтернативах. Какие платформы имеются на текущий момент? А именно Microsoft бот фреймворк. Ну, в принципе, все знакомы с продукцией Microsoft, и она в основном заточена под юзеров на Windows платформе. Это не всегда удобно в веб-разработке. Facebook Messenger. Ну, его тоже можно использовать, но как бы Facebook и работа совсем несовместимые вещи. И всеми любимый Slack. Да, в Slack это крутая очень штука, в которой есть мощные боты, но также у Slack есть ряд недостатков. Во-первых, Slack платный, и во-вторых, у него ограничения на хранение истории, что также может критично сказываться на работу ботов. И еще в нем нет кнопок, как в Telegram. То есть покер пленнинг за нем уже реализовывать сложнее. в принципе у меня все. Теперь хотелось бы услышать от комьюнити вопросы и самое главное какие-нибудь возможно саджетшины, какие боты могут использоваться еще в software development и как бы было бы круто их применить. Спасибо за внимание. Спасибо Игорь. А ты писал какие-то свои боты? Ну я начинал, но там тот же покер пленнинг писать думал в нашу команду, но так я вообще не дописал. А какие трудности первые попадаются? Чи подводные камни на кин на кин ? Да в принципе там ничего такого сложного нету это как написание опишки. В принципе то можно столкнуться с тем же самым что и при написании API. К примеру там необходимо обработать много запросов когда необходимо ставить очередь. А вот их толзавчика фреймворка хирли заменивать сетчерги и так дали сетра бы всем самым писать? Ну это как API. То есть ты сам себе хозяин как хочешь так и пишешь. это не фреймворк это просто либо которая позволяет интерактить бота с клиентами. угу понял дякую Субтитры делал DimaTorzok 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 Окей, всем спасибо за внимание Дякую Дякую